Что ты делаешь, Питер? Да вот, смотрю классные реалити, Брайан. Эти цветные полоски живут вместе в одном пляжном домике. Вот эта красная спит с зелёной. Синий хочет стать известным музыкантом. А жёлтая, ну, конченая стерва. Питер, да это просто канал, закончил вещание. После рекламы смотрите продолжение шоу «Цветные полоски в пляжном домике». Как видите, объём производства увеличился на полтора процента, чем я ужасно довольна. Ты всё делаешь ужасно. В следующем квартале мэр. Питер, все остальные. Дурацкое, скучное собрание. Не хочу тут сидеть. Хочу быть дома и эффектно появляться в проёме гаража. Ох, это мне нехорошо. Чёрт, наверное, песочное тесто борется с так, о которой я нашёл на парковке. А теперь помолчим 23 минуты в память о 23 рабочих, утонувших в этом году в цистернах. О, Питер, моя дочка продаёт печенье. Джанет скоро родит, собираем. Запишись на софтбол. Поддержи детский фундун. Это идёт на пенсию, подкинь на тот. На праздник. Корпоративы и пикни. А, понятно. Услышали новости, все прибежали. Что ж, ладно. Питер Гриффинов делался на работе. Рады? Питер, мы здесь совсем по другому поводу. А, ясно. Зачем вы прискакали? Кто-то утром видел меня в закусочной куиз на подручку с парнем. Понятно. И замешан ли я в теракте в Оклахома-Сити? Немножко. Пап, ты ничего не понял. О, я всё понял. Я понял, что завёл много заклятых врагов, крича российские дразнилки в окна тюрьм... Стюй, пожалуйста, прекрати ворочиться. Мне трудно заснуть без моей запоминающей подушки. Не подсказывай, не подсказывай. Брайан! Да. Да. Я тоже не могу уснуть, Брайан, я боюсь! Чего? Смерти! Мне даже странно, что ты так об этом беспокоишься. Ты же ничего не боишься. Даже чудище из шкафа. А, чудище может паковать чемоданы. Потому что по договору ему нельзя было заниматься субарендой. Не понимаю, о чём ты, я живу один. Да признайся уже, Итан. А ещё они против проявления любых эмоций. Поэтому хуже нет, чем дарить буддистам подарки на день рождения. Знаю, у тебя нет своего транспорта, поэтому дарю тебе новый Лексус. А я дарю зажим для галстука. Спасибо вам обоим. Оба подарка мне одинаково дороги. Да пошёл ты, у тебя даже галстука нет! А католики веруют, что приняв Иисуса в своё сердце, любой после смерти может попасть в рай. Правда? Любой? Пронимаю Иисуса Господом и Спасителем своим! Да! По дороге домой она даёт мне немножко порулить. Только на стоянке. Ну и с тебя отличный штурман. Я вдруг вспомнил, что мне надо срочно отсюда свалить. Бог разрешил мне единожды встать с коляски и пройтись. Я берёг этот шанс на свадьбу Сюзи. Но... Ладно. Меня убьёт полицейский. Эй, Лигаш! Иди сюда! О нет, вооружённое нападение. А я так не хочу сегодня умирать. Сколько причин жить? Ну, стреляй в меня! Стоило не надеть жилеты, вот пожалуйста! Чего ждёшь? Я как на ладони! Тебя не раздражает, что сердце прямо здесь. Ну, поцелуйтесь уже, голубки! У меня зависимость от назального спрея. Я чую всё! Я не уедвим! Для следующей дозы буду слегка подавлен. Я всегда хотел стать бардом. Эээ... Да, ну да, попробуй. Ты сделал паузу. Зачем ты сделал паузу? Эээ, просто так. Вот опять! Богом клянусь, я сейчас выброшусь из этого окна! Что ж, добро пожаловать в Пап Яблонько! Я Стюи Гриффин, а это... Шесть моих помощниц. А вообще я передумал, убивайся. Эвелин? Эвелин! Тут вроде чья-то мама умерла. Не знаю, вы... Вы всё сделаете, да? Прости, Морд, мне очень неудобно. Что? В чём дело? Мне сказали встать в ряд. А мне куда деваться? Домой? Ладно, но мне за сегодня заплатят, да? Я... Я не в курсе. Поговори с Марлой. Прости. Ты в порядке? А тебе не всё равно! Дом, милый! Что? Да тут полный разгром! Сколько же здесь убираться? И правда. Ну что, каждому найдётся дело. Я займусь этой шоколадкой. Мы с тобой можем стать одним двухрасовым рестлером. Ничего, вот это сойдёт. Складной стул! Ай! Что разбилось? Ваза моей прабабушки! Всю дорогу из Вирджинии она эту вазу держала бёдрами. Что вы делаете? Учу тебя уму-разуму! Ай! Больно! Больно! Неужели японцы за это платят большие деньги? Мам, миссис Брау меня отшлёпала! Что? И ты до сих пор не надел штаны? Крис, что произошло? Я играл с Ралу и разбил вазу. Из-за этого его мама меня отодрала! Думаю, правильнее сказать, выпорола Крис. Питер, вставай. Мы идём разбираться с Доной. Ладно, но сначала остынь, Лоис. Я в таких случаях как бы случайно швыряю ядро в толпу. Я забыл сымитировать случайность. Я своих детей не парю, и они у меня как шёлковые. Да ну! Твой сын залез на крышу. Стёй, сейчас же слезай с крыши! Пососи, сука! Я сказала сейчас же! Или поставлю в угол! Сколько ситых волос ты сегодня вывернула с лобка, кошёлка! Я не хочу вновь тебя терять, Кливленд. Ты мне ближе, чем моя собственная правая рука. Боже мой, ты тоже любишь омлет! Вот, не дышуйся, поешь! О боже! О боже, он подавился! Спасибо. Спасибо, что пришли. Как у тебя только наглости хватило прийти, Шерилл. Вы хоть представляете, как неслись, сэр? Питер. Привет, Кливленд. Так мы можем поговорить, не вызывая подозрений у Лоис с Донной. Пожалуйста, вы идите из машины. Питер, это не лучший способ. У него нож! Прости, Кливленд, это для убедительности. Лежать! Лежать! Попробуй выхватить у меня пистолет. О, хочешь выхватить пистолет, да? Эй, новичок, мне-то оставь. Может, попробуешь помирить маму и миссис Браун? А что, это мне по силам. Именно я выяснил, сколько музыканты должны смотреть друг на друга во время гитарного соло. Да, мы на одной волне и показываем всем, как нам нравится песня. Ну всё, надо допеть песню. Отвернись, смотри на что-нибудь другое. Рад, что ты меня не послушал. Ладно, Кливленд. Ничто так не сближает женщин, как уход за больными мужьями в больнице. Что? Не умирай! А-а-а-а! О, Кливленд. Я никогда не прощу эти Кливленд. Подушки были только с моей стороны. На сцене? Великий Куагини! Всем привет! Вот наша именинница! Что это у тебя за ушком? О, презерватив! Куагмайр, перестань трогать моего ребёнка презервативом. А теперь следующий фокус. Я разраконю свою прекрасную ассистентку надвое. Но не так, как вы думаете. Это мне не понадобится. Хе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok